Мы действуем согласно знаниям, которые каждый имеет, поступает. Поэтому, согласно того откровения, в котором мы движемся, мы это и можем поделиться с вами и так далее. Небольшой такой интересный момент. Линия жизни, линия времени, временная линия, временная линия, вот эта, линия времени. Эта точка, это я, это вы, это мы. Вот представьте, вы эта точка. Это сейчас. Now. Сейчас. Вот мы в какой-то момент сейчас на линии этой, линии этой времени. Какое сегодня число? 03.06. 03.06.2018. Сейчас. Все, что до сейчас, это прошлое. Правильно? На линии времени. Это прошлое. То, что было. Было. Есим. И будет. Будет. Будущее. Будущее. Это точка, это земная перспектива. Это кто мы на земле. Мы идентифицированы с этой точкой. Вот если я спрошу, кто ты? Никто не скажет, я сын Божий. Мы еще не доросли до этого. Я, Люся Григорьева, 1965 года рождения. Живу в таком-то городе. Вот это из... Как мы работаю на фабрике Кош-Галантереи. По вечерам ворую и так далее и тому подобное. Без комментариев. Иначе я забуду вещи, которые мне нужно удержать в голове, чтобы это все выдать. Потому что это очень важно. Здесь допускаете ошибку и вы нарветесь на большую неприятность. Вот это перспектива. Вот так мы в земных условиях, в земной матрице воспринимаем жизнь. У нас есть прошлое, когда мы смотрим назад. У нас есть настоящее и у нас есть будущее. На временной линии, временной континиум. Но также эта точка, я ее сейчас поставил, это реальность, да? Она физически существует на бумаге. Она существует уже во времени. Несколько минут назад она не существовала. Она существует во времени. И она также существует в пространстве. Поэтому мы имеем пространственно-временная матрица. Матрица, а слово матрица, матер, мать, мама или утроба. Все в жизни матрица. Даже небесный Иерусалим это матрица. Она матерь всем нам, апостол Павел говорит. Вот это капсула или матрица пространственно-временного континиума. Невозможно в нашей голове с необновленным разумом представить себе, что мы во времени, но не в пространстве. Почему пространство и время связаны? Почему? Пространственно-временной континиум. Невозможно быть в пространстве и не во времени. То есть ты говоришь, Люся, давай встретимся с тобой возле секонд-хенда. И все. То есть это пространственный континиум, где-то в пространстве возле секонд-хенда. Люся скажет, подожди, во сколько время? И невозможно сказать, Люся, в пять часов завтра вечером. Пока. Где? Где? Возле секонд-хенда. Пространственно-временной континиум. Дьявол, который формирует матрицу. Когда дьявол был сброшен из вечности, он вошел в ту же самую капсулу пространственно-временного континиума. Дьявол и вся его армия ограничена пространством и временем. Дьявол не может существовать в вечности. Он не может вообще попасть туда больше. То есть пространственно-временным болезни, немощи, проклятия, они только функционируют в этой матрице. Они не могут существовать вне времени и пространства. Понимаете? Вот почему свят, свят, свят Господь Сидержитель, который и есим, и был, и грядет. Большинство христианства находится в этой матрице, в этом континиуме. И мы никогда не одержим победу, если мы не освободимся от этого. Потому что разум обновленный, он освобождается от этого. Этот пространственно-временной континиум – это ограничитель. Бог ограничил дьявола временем и пространством. Поэтому его действия временны. Он князь мира сего, но проходит образ мира сего. Матрица мира сего приходит. Но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Человек, который вошел в волю Божью, он не зависит от времени и пространства. Больше. Пространство-временной континиум. Вот это капсула, да? Ограничения. Хорошо. Но! Но! Линия времени связана с линией крови. Или наследственно-наследственными связями. Причина и следствие. Наследственные связи. На одной из конференций в Москве один брат, он провел очень много времени в архивах. И он нашел... Послышите, какая Софья Ковалевская? Ее фамилия Крюковская была. Это моя родственница. И она писала о Духе Святом. Стихи. И она жила в царское время. Я всегда знал, что у меня интеллигенты в семье. Поэтому я всегда пил кофе. Вот так вот с пальцем. И... Знаете, как чашечку кофе? Держишь. Вон. Знаете, а у нас есть линия крови? Вот. Линия крови. Мы боремся с этим. Мы боремся в этом. Мы сражаемся в этой матрице. С родовыми проклятиями. Мы пытаемся изменить что-то в этой сфере. И вот эта сфера действия левитов. Потому что когда первосвященник входил с кровью, над ковчегом открывался портал, в который он входил в небесные сферы и кропил кровью. Это не только было на физическом. И он получал из вечности на ежегодный промежуток времени для вот этой временной капсулы для Израиля на годик помощь, искупление, поддержку. Но Писание говорит, все эти жертвы, все эти действия, они были временными. И нужен был кто-то, кто бы разрушил пространственно-временной континиум. И только Бог мог это сделать. Своим воплощением на земле, он и то, что он сделал на кресте, и то, что сделала его кровь, они вывели нас из рабства. Вот это Египет. Не ваша работа. Вот это принцип Египта и фараона. Вот оно, где рабство. И когда зевают, что надо говорить? Когда чихают, будь здоров. Когда зевают, а спокойной ночи. Аллалюя. Вот. И мы освободились от этого. Наша кровь открыла доступ. Иисус прошел в небеса. Он пробил все измерения для нас. Для чего Он прошел? Для того, чтобы сказать, я путь, двигайся, и все будет хорошо. Будет хорошо. Но люди связаны этим. Будет поколение, которое не умрет никогда, потому что они расторгнут с советом смерти. Мы начинаем умирать с момента нашего рождения. Мы знаем, что мы умрем, но будет поколение, которое скажет, для меня невозможно умереть из-за того, что сделал Христос. Не все мы умрем, но изменимся. Будет поколение, которое получит откровение Евангелия о жизни и бессмертии. Они не смогут. Иисуса тело никогда не подверглось тлению. Ты не дашь святому твоему увидеть тление. Моисея тело было сокрыто, потому что оно не могло истлеть. Печать славы, настолько оно было пропитано. Он умер по слову. Он не мог умереть иначе. Он умер по слову Божьему, по приказу Божьему. Взойди, и там ты умрешь. И дьяволу надо было ДНК этого тела. И если бы он его получил, были бы очень большие неприятности. Но Бог посылает Архангела Гавриила, и они спорили, они соревновали. Было противостояние. Дьявол хотел тело Моисея. То есть, насколько что-то там было важным, настолько что-то было опасным. Вот, в этой сфере. И вот представьте, будут люди, которые расторгнут соглашение со смертью здесь. И они не смогут стареть. Потому что их подпитка с этой матрицы, они отсоединятся и будут питаться сугубо от другого источника. Поэтому Писание говорит, будут люди, которые начнут вкушать сил будущего века. Что такое силы будущего века? Это силы, которые демонстрировал Иисус не в Евангелии, а которые Он демонстрировал после Своего воскресения из мертвых. Он имел воскресшее тело и так далее. И мы будем делать хлебопреломление, как вот, ну, вы пообщались, как мы это делаем. Это будет новое немножко для вас. Это не так, как вы будете, ну, как вы регулярно делаете. И вы увидите результат. Вот почему все эти вещи, все эти вещи очень важны. Мы знаем, что мы также в вечности. И мы не есть эта точка, но мы также находимся на горе Сион. Мы сидим на престоле во Иисусе Христе, посажены на небесах во Иисусе Христе. И с перспективы вечности мы взираем. Мы не привязаны к времени. Время должно работать на тебя. Если ты ходишь по откровению Бога, время не является ограничивающим фактором, а время является способствующим твоему прогрессу. Когда Иисус ходил по земле, Он везде знал свое время. Время было Его другом. А время для большинства из нас враг, который работает против нас. Потому что смерть использует время для процесса старения. Если убрать время, когда мы поймем, и это надо приучить наш разум, что вот этого не существует. Это иллюзия. Это просто преграда на пути света. Когда мы поймем это, мы через это будем проходить. Через физические препятствия в теле. Я не говорю в духе. Когда мы поймем, что пространство – это иллюзия. Мы не ограничены ни пространством, ни временем. Вот почему Иисус прошел через людей, которые хотели бросить Его с... Это не иудеи, которые посторонились, как это показывают в фильмах, и сделали такие две шеренгочки. И Иисус, Он прошел сквозь них. Он спрятался в храме Отца, не за колонной трясся, а Он исчез. Где Он спрятался? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью. В духе есть города-убежище, где верующие последних дней будут взяты и будут физически исчезать. В средние века люди проповедовали Евангелие, и перед тем, как их брали... Где они были? Они были в другом месте. Сил будущего века. Он проходил через стены, Он кушал, Он возносился в теле. И Он вообще... Я представляю, что Он делал. Писание не говорит, но Он был 40 дней с ними, уча о Царстве Божьем, с апостолами, о Царстве Небесном. То есть, вот оно, священство по чину Мелхиседека. Ни начало времени, ни конца. Нету привязанности ко всем этим земным вещам. Ты личность, которая приходишь извне, из вечности, для того, чтобы ты никогда не сможешь влиять на пространство и время, и если ты под его рабством, оно не будет подчиняться тебе. 90% каждый раз, когда я смотрю на свои часы, 16-16, 15-15, 11-11, 12-12, то есть, Бог начинает преломлять, изгибать и изменять время. преломлять время. Время – это информация и энергия. И все, что сотворено Богом, поддерживается Словом Его силы. Когда мы начнем говорить Слово Его силы творению, мы станем голосом Его, на который творение будет отвлекаться. Мы будем... Поэтому Серафим Саровский кормил животных, которые к нему прибегали и сидели. И птички там, и медведей кормил, и все, и никакого вреда они ему не причиняли. Творение будет работать на церковь, когда мы в Иисусе Христе. Когда мы исполняем свою функцию, так, как это Бог задумал, все творение начнет служить нам. Все элементы таблицы Менделеева ты будешь приказывать работать на Сына Божьего. И это будет происходить. О, брат, ты насмотрелся голливудских фильмов. Нет, голливудские фильмы насмотрелись. То, что есть в Священном Писании. Но над этим надо работать. Как? Да, очень просто. Ты проснулся утром, и ты проводишь время, и ты верой принимаешь, и ты преображаешь свой разум. Для меня пространство дня. Вот почему помазание, когда ты смотришь помазанные послания, и ты был на этой конференции, и ты пережил это помазание, мгновенно ты входишь в это состояние. Потому что помазание не ограничено пространством, временем. И потому что духовные переживания, которые с нами происходят, они происходят вне времени. Это все Библия, но это все настолько не видно. И люди не хотят... О, оккультизм, колдовство. Проблема в том, что колдуны знают больше о духовном мире, чем большинство христиан и пасторов церкви. И о сверхъестественном людей не учат, потому что боятся. страх. Потому что все должно быть благопристойно и чинно. Потому что легко контролировать тех, которые ничего не могут и ничего не умеют. Это та же матрица пространства и времени. Если к нам вообще не приходит... Мы решили оставить вашу общину. Благо... Благо... Нас Господь ведет... То есть вот эти все не разрешаю, не позволяю. Даже если человек не прав. Даже если человек не прав. Иди попробуй. И ты приходишь домой. Я дам тебе совет. Я не советую. Но я люблю тебя. Не хочу, чтобы... Ну, попробуй. Господи, шишек набьет. Пусть учатся. Пусть учатся мудрости практически лбом об стену. Возвращаются. Ну, а ты знаешь, ты был прав. Аллилуйя. Продолжаем. Добро пожаловать. Всегда. Всегда обратно. Добро пожаловать. В Священном Писании сказано что священство львицкое действовало по силе заповеди плотской. То есть, плоти. Сила плоти. Но Милхиседека священство действует по силе жизни неперестающей. Другой перевод несотворенной. Несотворенной. Еще один перевод неразрушимой. По силе жизни неперестающей несотворенной, неразрушимой. Вот почему четыре животных, четыре зоез. Греческое слово. Четыре жизни обитают у престола Бога. Один как лев. Это нехерувимы. Это как летящий орел, как лев, как человек и как телец. Четыре жизни. Это священство по чину Милхиседека. Сила жизни неперестающей. Помните были такие фильмы? Колдунья где-то идет какая-то, я смотрел в Голливуде, и где она идет, все завидает. Трава такая, птички там умирают, падают, потому что колдовство несет смерть. Мы несем жизнь внутри себя. Все должно вообще расцветать. И к чему мы прикасаемся, и к чему мы говорим слово жизни, это должно преображаться, изменяться. Любой элемент. Вы имеете способность преображать, преобразовывать камень в золото именем Иисуса. Но кто это практикует? Кто это практикует? Вы практиковали ходить через стены? Надо практиковать. А я практикую. и многие вещи я не расскажу, которые происходят, чтобы не было преткновения и так далее. Люди просовывают руки через стены спокойно уже и исчезают физически. И их не видно. И появляются в других местах. И проповедуют Евангелие одновременно в нескольких городах. И видео их фиксируют. А их там никогда не было. И Криковский появляется во снах некоторым людям. Поэтому что это? Что это такое? Это силы будущего века. Свят, свят, свят Господь Заваул. И вся земля полна свят, свят, который есть, было грядет. Я в Иисусе. Я есть в том, кто Есим был и грядет. Кто сейчас, в прошлом и во веки тот же. Вау! Что это значит? Это значит, если я в Иисусе, там, где Он, там и раб мой будет, слуга мой будет. Ага, если Он там, то и я там. Я могу быть там, где мой Господин. Он вездесущий, и в его вездесущности я могу быть там, где Он хочет. Он вне времени и в пространстве, и если я в нем, я не ограничен временем и пространством. Время и пространство не мои ограничители больше. Я выхожу именем Иисуса верой из этой капсулы, и говорю тебе время, ты будешь служить мне, как я служу Иисусу Христу. Я беру власть над этим отцом времени, который называется кронос, демон времени, отец времени, который контролирует мое физическое время, и больше ты не будешь иметь власти надо мной. Ветхи днями это тот, который находится и контролирует мое время. Мои времена в твоей руке, Давид говорит, мое время в твоих руках, в псалмах. Он передал это во власть Бога. И он говорил, что ты укроешь меня в храме своем, когда храм еще не был построен. Не было тогда никакого храма на земле. Соломон был построен. А человек уже говорил там о храме, и о посещении храма, и так далее. Потому что он был на небе, сказал Господь Господом. Он видел вещи, он был пророком. И поэтому я вау, это чудесно. Я свободен. Я свободен от времени и пространства. И пусть мое время будет кайрос. Пусть мое время будет духовным. Пусть мое я повелеваю своему времени. Взяли часы. Мы о времени завтра еще будем говорить. О помазании Сахара. Передача помазания Сахара. Это время кронос. Оно становится стратегическим духовным пророческим временем для меня. И тогда вы выходите из этой капсулы. И вы уже никогда не суетитесь. Вы всегда что не делает успеет. Вы вошли в другую матрицу. Воля и закон воля его. Просто это помещать верой помещать свою душу волю в эти сферы. Но в законе Господа воля его. И о законе его он размышляет день не ночь. Потому что через повторение происходит омытие слова разума мысли. Структура матрица другая должна отобразиться здесь. Вот почему Бог выводит Моисея из той матрицы Египта. Потому что внутри этой матрицы он пробовал принести освобождение и исполнить свое призвание. Но у него ничего не получилось. Поэтому Бог его выводит из этой матрицы в другую в пустыню и учит его как двигаться. И когда он стал другим после инкаунтера с Богом он получил наделение в Яхве который превосходит пространство и времени. И Бог его посылает вовнутрь той матрицы чтобы изнутри уничтожить ее и разрушить. Поэтому пророк он способен давать слово которое входит как матрица и оно преобразует жизнь человека. И иногда если ты имеешь слово власти ты сказал это и Бог тебе не говорил это сделать но это все равно будет. Как тот человек который пророчествовал одной сестре известный пророк и вечером говорит Господи какое хорошее пророческое слово я сказал сестре и Бог ему сказал я не говорил тебе это слово ты сказал но оно мне нравится и я исполню это. Это доверительные взаимоотношения с Богом. Это когда Бог начинает доверять. И тогда ты способен войти взломать матрицу в которой находится верующий и войти это с превосходящей с превосходящей реальностью. Да физически это как бы всю реальность потому что мы жили с этим привыкли но есть превосходящая реальность и когда мы с ней приходим в эту это низменная должна измениться и подчиниться чему ты не скажешь что ты не скажешь это должно вот почему он говорит ребята будете говорить горам и они будут сдвигаться это все духовно говорится о проблемах горам не только проблемам физическим вещам предметам которые будут которые будут передвигаться поэтому этот осийский брат драгоценный где он был в индии францис из осиси и он приехал туда и царь не хотел принимать евангелие он говорит что мне сделать для того чтобы ты принял евангелие царь сказал ты не сможешь это сделать он говорит бог которому я служу он сможет он говорил мой сын которого я любил умер два года назад откопали мощи откопали скелет сгнивший на кладбище и он сказал жизнь божья повелеваю тебя и человек воскрес из мертвых мгновенное наращение кожи все и сын живой задокументировано реально все царь это личность в той области он просто покаялся эти вещи иногда в церквях умышленно хранятся от нас знаете как каста великих и привилегированных которые это все должны знать но сами не входят и другим не позволяют ты не можешь остановиться если ты хочешь знать бога ну буду страдать буду гнить даже гни гни гней гни как гнюй а я хочу эти два извините ну это все мне непонятно мне тоже многие вещи непонятны но в слове все это есть и мы можем продолжать места писания на места писания поэтому подобное всегда присоединится подобным вот почему небесные вещи которые мы видим они должны спроецироваться и сформироваться у меня здесь и тогда мы с тобой одной крови ты и я я твоя плоть и твоя кость кость от кости моей и плоть от плоти моей и это тайность и я велика и я говорю о Христе и о церкви мы не только один дух с господом мы одна плоть и кость не плоть и кровь а плоть и кость поэтому вчера Юрий говорил о кости то есть это надо восстать вос восстанье слово восстань это воскресни восстань ибо пришел свет до тех пор пока я не восстану и не скажу я теперь не буду в этом ограничении все закончилось дело и я до тех пор пока не восстал восстань светись ибо взошел свет твой и слава господня мы читаем эти места писания мы знаем их но никто не практикует это никто не сидит часами в присутствии Божьем Бог я восстаю в твоем присутствии и я восстаю понимаете это это в этом житься надо надо в этом жить жить свет твой восходит надо мной вау и слава твоя сияет светится вау люди говорят брат Дмитрий вы проповедовали я видел лицо орла вы изменились ваше лицо перестало существовать я видел лицо орла что это значит потому что когда ты на небе эти же все херувимы они проецируют славу четырех лиц Бога это все для каждого все эти откровения мы делимся мы ездим мы не зарабатываем бабло ребят мы можем мы можем манипулировать помазанием поверьте зачем это делать мы хотим видеть когда поднимаются люди и самое большое это свидетельство о котором люди говорят я начинаю практикать и я практикую до тех пор не так пару месяцев я попрактиковал пару месяцев ну так особо результатов нет нет это не верующий верующий говорит до тех пор пока я в этом не буду видеть результаты я не остановлюсь в этом ибо без веры угодить Богу невозможно ибо надо бы чтобы приходящий к нему веровал и ищущим его не просто ищущим усердно ищущим его воздает говорит оригинал постоянно усердно ищущим его воздает поэтому это мы пока оставим а что как бы больше все верой 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 как ты получаешь видение веры а если Бог не захочет утешитель которого я пошлю во имя свое он научит вас всему ибо от моего возьмет и возвестит вам и все что мое от Отца Небесного не надо ждать суверенного Бога который когда-то в жизни вас посетит вдруг вы будете до потери пульса ждать его таким образом это новый завет это соработничество это вся моя энергия и вся энергия Бога нет все Господь и я ничего чушь ты тоже участвуешь в процессе созидания формирования и устроения церкви потому что ты живой камень это все Господь я ничего это это как оно лентею это все дело и бездельники греческое слово соработники синергио синергетики клуб синергетиков открылся клуб синергетиков в Медвежьегорске да си соединение энергио энергии энергия соединение двух энергий мы сливаемся и становимся одним Духом с Господом и происходит взрыв происходит реакция понимаете вау то есть в этом надо в этом надо ходить и жить с откровением надо работать то что ты его получил и записал на бумаге это одно но когда ты начинаешь с этим ходить я вхожу во врата времени и я высвобождаю слово Божие и я повелеваю своему времени упорядочиваться я высвобождаю силу жизни в свое время и где бы я ни был теперь это время будет нести и высвобождать благословение то есть ооо что это такое это новый завет енох вот так сходил с Богом секрет как переводится имя енох учитель дальше посвященный он учился ходить в посвящении перед Богом он ходил 300 лет он начал ходить с Богом когда он стал папой в 65 лет не волнуйтесь семья не повешает вам и он ходил как написано верой это не значит что он сидел и вдруг как блин на голову Бог сходил ооо Широ Брантере но нет он использовал свою веру чтобы идти в небесную сферу верой вера не с суверенитетом он ходил Божьим он ходил это значит Бог его куда-то тащил летели он увидел портал он знал о нем он получил откровения и он начал ходить в этом откровении шооу шоу и каждый раз его ДНК преображалось когда он возвращался обратно его месяцами не было И для него папа сказал, слушай, знаешь что, отец, для меня земля это уже не дом вообще. Для меня вот здесь дом, я уже здесь настолько привык, освоился. В доме отца моего, обители, люди, христиане не знают небес. Вы что думаете, как люди умирали во времена Римской империи? Когда целые семьи в Колесее убивали, а они славили Бога. Что думаете, это их в церкви научили этому? Если ты не знаешь неба и не имеешь личных взаимоотношений с Богом, ты не сможешь ходить в такой сфере. Их убивают, а они славят Иисуса. Значит, не просто там начитались чего-то, натыкались. Все. Значит, переходим к теме. Значит, сейчас мы разыгрываем это. Играет музычка. Олег, как только начинает играть музычка, Сможешь сделать? Не надо практиковаться. Или так. Все. Когда он это делает? Просьба всем. Просьба. Подержите его. Нет. Вот так. Готовы, да? Сидя, стоя, поехали. Оживут мертвецы твои. Восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахи. Ибо роса твоя, роса растений, И земля извергнет мертвецом. Аминь. Священное Писание. Итак, тема, после которой мы будем практиковать хождение в силе воскресения. Зомби-апокалипсис. Апокалипсис – это откровение. Откровение зомби. Итак, слово – это будет пища для религиозных критиков. Зомби происходит от слова «зувембу». Культ и практика воскресения мертвых в религии Вуду. Вуду, где берется мертвое тело, и в него входит демон, дух, который делает способность телу передвигаться физически, но души и духа Божьего, жизни, в этом теле нет. Этот мертвец оживает для того, чтобы кого-то уничтожить или убить. Потому что духу нужно тело, чтобы официально действовать. При этом колдуны в Африке, если они хотят принять образ красивой девушки и соблазнить пастора, они идут на свежевыродную могилу, ну, где недавно похоронили, выбирают девушку и пьют часть содержимого этого трупа. И они физически преображаются в другие вещи. Зомби, зомби именно Вуду. То есть это не библейское слово с одной стороны, но с другой только что. Мы прочли местописание, которое я еще раз зачитываю без... Columbia Fiction Presence. Знаете, как Columbia... Оживут мертвецы твои. Воскреснут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахи. Ибо роса твоя, роса растений, и земля повергнет мертвецов. Псалом 109. В день силы твоей, в день твоей армии, народ твой готов во благолепие святыни. Из чрева, утрова, матрица, место рождения нового. Из чрева, прежде деньницы, прежде зари, прежде востока, посетит тебя восток свыше. Прежде утренней звезды и ранней. Из чрева. Прежде деньницы, подобно росе. Роса растений. Роса растений извергнет мертвецов. Подобно росе. Росе утро. На восьмой день. В первый день. Восемь. Число воскресения. Под утро. Подобно росе. Рождение твое. Воскресение. Анастасия. Анастасия. Настя. Переводится в Анастасия. Воскресение. С греческого. Анастасия. Анастасия. С греческого. Анастасия. С греческого. С греческого. Анастасия. 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 Первосвященник. Первосвященник по чину Мелхиседека. Один раз, когда я молился за одного человека, я увидел огромные капли росы. Вот такие где-то. И внутри этой капли был сгусток света, который пульсировал. И на нем была эта роса. Я сказал, что это? Я услышал, это роса света, это роса растений, это роса подобно обновляется, подобно Орлиной юность твоя. Роса юности, это роса воскресения. Для того, чтобы мертвые восстали из мертвых, их нужно оросить, оорошать. Вода, слово, сила. Иначе они не восстанут. Никакое семя, которое умерло и находится в земле, и ожидает преображения, оно должно быть оорошено в духе. Мы видим, когда Иисус воскресает, воскресает с Ним целая бригада. И случилось великое землетрясение, и гробы, зомби-апокалипсис. Но открылись многие, и из них вышли не духовное воскресение, а физическое. И пошли в Иерусалим, и явились многим. Представляете, фильмец такой христианский сделать. Кто ты? Мефузал. Если что, покушать. То есть, понимаете, многие восстали и явились многим. Зомби-апокалипсис. Откровение. Кто это были? Ветхозаветные святые. Один из них был Иосиф. То есть, это личности, которые ходили по городу, и потом были взяты с Иисусом Христом. То есть, мы вот упускаем такие моменты, что там зомби-апокалипсис. Никакого кино нет. Космонавты. Некоторые русские космонавты. Начали обнаруживать определенные проблемы с их психикой. И они начали становиться зомби. Потому что, когда магнитное поле Земли меняется, человеческое мышление меняется. И они обнаружили себя, как зомби. Теперь космонавты что-то носят с собой. Определенный приборчик, который стабилизирует магнитное поле Земли. В последние времена магнитное поле будет преображаться и изменяться. Вот почему Солнце будет сжечь людей, сколько там, пять месяцев. И люди будут желать... То есть, некоторые вещи, физические процессы, начнут изменяться и преображаться. И мы начнем видеть вещи, которые раньше никогда не происходили с людьми. Многие молятся о пробуждении. Но если ты молишься о пробуждении, ты зомби. Бог, пробуди нас, значит ты мертвый. Если тебе нужно пробуждение, ты мертвый. Да? Ребята, где апостол молился о пробуждении когда-то? Вы видели? Покажите мне хоть одного апостола, который вообще о пробуждении молился или пророка. Да никогда такого не было. Никогда такого не было. Где апостол Павел появлялся, там появлялось движение и все изменялось. Пробуди народ свой, Господи. Ну да. Зомби. Апокалипсис. И вот иногда приходишь, есть в общинах люди. Единственное чудо, которое в этой церкви, это то, что люди туда ходят вообще. Иногда. Единственное знамение, которое ты там видишь, это лица. Лица зомби, которых крестили в лимонном соке и пропустили через выхлопную трубу автомобиля. Такое состояние, что человек, восставший из ада, знаете, есть фильм. Зловещие мертвецы. И они злые такие, дрянь. Такие злюки. Такие вредные. Потому что у них жизни нет. И тот, кто проявляет жизнь, Эти когтистые, костистые, волосатые лапы стремятся придушить эту жизнь. Я тоже, когда был молодым, Был таким, как ты. И прошло 15 лет. Так что не спеши, станешь таким, как я. Через 15 лет. Зомби. Я ничего общего не хочу с этим уметь. Зачем? Я хочу ходить с Иисусом. Зачем? Я не могу, мне 48 лет почти, Я не могу тратить время на всякую дрянь и ерунду. Извините. Я хочу награду на небе. Я хочу знать Иисуса лично. Я хочу не махать пальмами и ветвями даже у Его престола. Я хочу сидеть на престоле. Я хочу видеть Его славу, потому что, согласно того, на как ты ходишь здесь и как ты возрос, где ты получишь способность там видеть, не все будут видеть Его лицо и Его славу переживать. Мы не будем это переживать одинаково. Когда произойдет воскресение мертвых, звезда от звезды разнится в славе. И иная слава солнца и иная луны. Свет славы, который будет исходить из наших тел воскресения, будет различен согласно нашего духовного состояния и хождения с Богом. И я не хочу там тлеть, как китайский фонарик на небе. Я хочу светиться. Когда я был на небе, я видел людей, личностей искупленных, на которых перед тем, как поехать в Россию первый раз, я почувствовал, как Господь сказал мне, ты должен предстать перед небесным трибуналом, то есть судом военным. Мы говорим о войне. Военный суд. Ты должен прийти туда и ты должен сложить свое демоническое оружие. Вы знаете, я бывший спецназовец, восточное единоборство, учитель микс маршал артс и так далее. Все эти карате, кунг-фу, кикбоксинг, тайг-бундо и все вот эти венчуны и шминчуны и так далее. Нас учили стрелять с разных видах оружия на ходу, в прыжках, с машинах, владеть ножами, всеми этими вещами, техниками и все это. И я приобрел определенные навыки, и тем более оружие дьявола, что это? Неправедный гнев, ненависть. Кто ненавидит брата, да, кто ходит в войне, дух Каина, вот эти все вещи. И я должен был предстать перед престолом, я должен был предстать в этом месте, которое называется трибунал. «Маршал Коц». И я обнаружил себя, сказал, да, Господь, аллилуйя, да будет так. Я обнаружил себя в таком помещении небольшом, было такое полутемное. Знаете, на небе, понимаете, некоторые люди входят в небесную сферу, и они видят какие-то вещи, которые они не ожидают увидеть, ну вот как вот в книге Откровения. До этого еще дорасти надо, чтобы видеть. Небеса, они многоразличны. Не везде в небесах абсолютный свет. Есть места на небесах, где еще время имеет влияние. Но по-другому. Третье небо – это совсем другие вещи. На третьем небе небеса небес. Это одно, но есть куча разных сфер небес. И когда я находился там, там было несколько такого не очень освещения. Я говорю, как так, Господь? Ну, я должен был предстать, как трибунал. Знаете, на трибунал. То есть, какой свет? Какой свет? И тут открылась дверь, пришли ангелы, и я был позван. И когда я зашел, я увидел гигантский столб. Внутри этого стола, по центру, периметру этого стола, был огненный столб и оружие. Они были в этом огне. Мечи, ножны, луки, стрелы. И я увидел главнокомандующего. Там сидел Иисус. У него было забрало, которое одето на нем, как лицо льва. И два льва было его нагрудники на его доспехах. Он был отлично сложен. Иисус это не то, что там на иконах. Знаете, после 41-го поста и так далее. И одно дело, когда, понимаете, поймите, когда к вам приходит Иисус как пастырь, это одно переживание. Когда Иисус приходит вам как вождь воинства Господня, это совсем другое переживание. Он не придет с посохом в тужурке этой шеппердской, ну этой, пастырской, пастушеской. В шкуре там, как там. Понимаете, он может приходить разным образом. И я увидел, как он сидел там. И этот стол поднялся и оказался. И вокруг него сидели святые. И я различил Иисуса Навина. И я увидел халева. И я увидел 30 сильных, которые были у Давида, телохранителями. Я не мог смотреть на их лица. Потому что их лица, и они настолько светились, что это вообще. Я не мог. Вот так вот хотелось бы, чтобы мы светились. Иисус сказал, преклони колено. И меня начали разоружать, раздевать. Все эти демонические регалии, гнев, раздражительность, клевета, сплетни, негативизм. То есть это оружие дьявола, оружие тьмы. Оно начало спадать там и плавится. И я гол, как сокол там оказался вообще без ничего. И когда находился в этом присутствии, после этого, ну, я как бы, мне сказали, ну, я вышел. И Господь говорит, что ты хочешь? Я говорю, я хочу места среди вас. Я хочу места среди воинов здесь. Я читал о вас. Я знаю о вас. Теперь я хочу. И там очень много пустых мест. Вы знаете? Очень много пустых мест там. И я был посад... То есть вот этот трибунал, небесный трибунал, который... Почему? Потому что в России, ну, есть пророческое слово, что, ну, это война. Мы здесь на войне приезжаем. И когда ты воюешь с тем или иным, с той или иной духовной личностью, вот идет князь Миросева, во мне не имеет ничего. Ты не должен иметь ничего. Понимаешь, если у тебя проблема с похотью, и ты идешь проповедовать проституткам, это не самый лучший выход из положения. Надо освободиться от похоти для того, чтобы служить людям, которые находятся в этой похоти. Иначе, то есть вот они, вот они вещи разные при воскресении и все. Но, но, если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то Он оживит ваши смертные тела Духом Его, живущим в вас. Сила воскресения уже доступна нам. Нам не нужно ждать воскресения из мертвых. Нам не нужно умереть, чтобы жить в силе воскресения. Поэтому при своей жизни, апостол Павел пишет, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, уже на земле эта сила, она доступна нам. Аминь. И когда мы были на том месте, где была церковь Филиппа в Турции, Анида Пророк, которая будет в Сирли-Тамаке, она была с нами. И в какой-то момент, когда мы начали молиться, ее унесло. И мы чувствовали такое мощное присутствие, потому что там, там, мы увидели определенный знак, восьмиконечная звезда с крестом в центре. Это знак Мелхиседека. Печать Мелхиседека. Почему восемь? Потому что восемь измерений, в которых вы способны действовать, как священство, почина Мелхиседека. Первое – это Сион. Второе – это Небесный Иерусалим. Третье – это Церковь Первенца. На Небесах. Четвертое – это Духи Праведных, достигших совершенства. Пятое – это Тьмы Ангелов. Шестое – это Судья, Бог. Седьмое – Хататай Нового Завета, Иисус Христос. И восьмое – Кровь, говорящая лучше, нежели Айлова. Вот почему на собраниях, в которых мы находимся, не только ангелы, но и Авраам, и Давид, и Есфирь, и другие личности могут посещать. Что это такое? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Мы окружены облаком свидетелей. Мы взаимодействуем с Небесной Церковью, дорогие мои. Мы всегда привыкли видеть, что Церковь – это на земле, в домах там молятся. Друзья мои, на небе есть Церковь Первенца, чтобы со всеми святыми вы могли постичь, что широта, долгота, глубина и высота. Преклоняю колено перед Отцом Господа Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество, семья на небесах и на земле. Ибо без вас они не могут дойти, достичь совершенства, а вы входите в дела их. И так далее, и тому подобное. Поэтому несколько раз мы видели Иоанна, потому что мы ездим в Турцию, а он насадил семь церквей. И так далее, и тому подобное. А почему Иов? Потому что я интересовался книгой Иова. Там очень много откровений. Я хочу иметь такую репутацию, о которой Иов говорил. Когда Бог был со мной, я там то делал, я то. Я взял суд, как мирила, и увязла, как мантию. И когда я выходил, все там юноши уже не говорили, и меня ждали, как утренние там, как дождя. И Бог был еще со мной, и совет Божий был над моей палаткой. Он просыпается утром, а Бог уже ждет его с его советом своим. Как ему жить на этот день? Кто бы не хотел это? И когда тебя интересует слово, оно же живое. Это не написанные вещи на бумажках. Это не Пушкин и Лермонтов. Это слово, которое навеки утверждено на небесах. Когда ты начинаешь входить, ты входишь в портал, его слово утверждено навеки где? На земле? Нет. На небесах. Ты входишь в небеса посредством его слова. Надо быть идиота, кретиного, не понимать это, что любое слово, это портал, в который надо входить, а не просто соучивать наизусть и как попугай повторять его по сто раз в день. Надо жить в этом. И тогда ребята, которые участвовали в этой истории Бога, они интересуются тобой. Господь, слушай, читает книгу Исаия, прибывает, пойду-ка навещу. Я не призываю. О, Исаия, явись мне. Вот это колдовство. Мы не призываем их. Они сами зарисовываются, когда нужно. Иногда они ничего не говорят, но ты получаешь послание. Во всем надо иметь. Сила воскресения. Сила воскресения. В греческом языке четыре слова силы. Первое это дюнамис. Творческая сила чудес и знамений. Вторая сила это энергио, энергия. Энергия это греческое слово в 30-40 местах Писания Нового Завета. Написано действующую силою. А тому, кто действующей во силу энергио может сделать несрочное, чтобы не сказали, что новое движение. Знаете, что я ненавижу? Дилетантство. Люди что-то где-то кусочек услышали и уже сделали свое заключение. Пойди изучи тему досконально, потом будешь судить. Верхов нахватался, вообще, под лучшим и не позорился. Энергия. Третье. Кратос. Сила правления, господство и владычество. Кратос. И четвертое. Исхус. Исхус. Все могу. Все исхус. В укрепляющем меня Иисусе Христе. И если коротко мы охарактеризуем эта сила чудес и знамений, энергио, это сила для определенной цели, высвобождения определенной цели, кратос, сила правления, царственности, владычества, господства, и искус прорыв. Сила владычества, прорыва. На жертвенниках, что было на четырех углах? Рога. Роги. Четыре силы. Они смотрели вовнутрь. Потому что через жертву и через посвящение высвобождается сила. И я хочу больше силы. Посвящай себя больше. Чтобы познать силу воскресения Его, апостол Павел говорит, ради Христа я вообще от всего отказался. И когда я на все смотрю, это просто мусор и гэ. Посмотри, какая у меня машина. Говно, а не машина. Ты думаешь, я это оценю все? Кусок этот. Не, не понимаю, ну, не то, что мы там не ценим. Вот это перспектива апостола. Все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа. Найдись в Нем с правильностью. Чтобы, понимаете, ради превосходства познания ты так не получишь его. Ради превосходства познания, чтобы приобресть Христа. Вот она, торговля. Человек думает утром, как бы мне это приобресть, как бы то, а он думает, слушай, еще один день приобретаю Христа сегодня. Чем больше Христа, тем лучше. Да коли изобразится, проявится, высветится вас Христос. На небесах четыре зои, четыре силы. У Бога четыре лица. Херувы, мы также имеем четыре лица. Сила владычества, кратус, какое лицо? Лев. Энергия, какое лицо? Орел. Сила прорыва, какое лицо? Телец. И дюнамис, чудеса и знамения, человек. Когда люди рисуют львов, это, ну, есть, понимаете, определенные, определенные вещи. Некоторое время назад я начал чувствовать побуждение делать то, что мы будем делать. практически час. Первый раз, когда я это сделал, всю ночь я воевал с зомби. Всю ночь я рубил там им головы, все. Проснулся, думаю, господи, что-то я не то воскресил, а чем я, когда не тех. Но это был страх для того, чтобы я это не делал. После того, как я сделал это в другом городе, в ЮАР, ночью, я оказался в одном месте, где была такая отверстие, которое шло в землю. на веревке на крючках части человеческого тела опускались вниз, а крючки просто поднимались вверх для того, чтобы и сидела рядом личность. И он говорит, вот это откуда мы черпаем силу. Силу. И он говорит, я оставлю тебя в покое, если ты перестанешь высвобождать силу воскресения. Я говорю, кто ты? Смерть и ад. А что это за куски? А это те, кто посвящены мне в теле. Это вот предоставьте тела вашим жертву живу. Это люди, которые пос... Вот почему все воюют. Бог за посвящение. Дьявол за пос... Потому что чем глубже посвященный, тем сильнее тот, кому он посвящен, может использовать его и высвобождать через него себя. Чем человек посвященнее для Бога, тем больше Бог может выразить. Он хочет через всех действовать. Но он ограничен отсутствием посвящения. того или иного человека, чтобы явить себя мощно и высвободить тебя таким образом. Но это понятно. Это понятно. Никуда от этого не денешься. Человек, который не посвящен в музыке, никогда не достигнет результатов. Человек, который не посвящен в спорте, никогда не достиг... нужно быть вообще пожертвовать. Майкл Джексон не видел детства. Он постоянно был в музыке. И поэтому на это посвящение, как это все использовалось. Я сам был поклонником в свое время Майкла Джексона. Поклонялся всякой ерунде. Понимаете, вот оно, вот оно, поклоня... Поэтому никогда не задавайте глупых вопросов. Бог, почему ты меня еще не используешь? Так, как я хотел. Потому что если он ответит, лучше... Это глупый вопрос. Когда ты уже будешь Бог? Я готов! И если он тебя еще не использует, это значит, что ты не готов. Поэтому не надо задавать вопрос, когда это будет. Когда он призовет тебя и даст тебе свою мощь, первое, что ты скажешь, я не готов. Скажешь, да, я ждал этого момента. Не-не-не-не-не. Не, Господи, о чем ты? Пошли кого-то другого. Потому что Моисей был самым кратчайшим человеком на земле. Кротость это сила под контролем. До тех пор, пока человек не научится ходить в смирение и кротости. Знаете, мы говорили о людях такие даровитые, тоноловитые, ходят с одного места на другое. Их шварбасит, их колбасит, но они никто в теле, потому что они не научились подчиняться, смиряться и быть подотчетным, находиться подотчетности кого-то. я, великий служитель, в кавычках, еду с Англии в Симферополь делать пробуждение. На аэропорту меня встречают Юрий с Галой с воздушными шариками и с петушком, ты молечишь. Встретили и Господь сказал, вот ты будешь служить у них в церкви и помогать им. Подключая вот их видение, вот это, будешь помогать, значит, надо помогать. Если в своем, в чужом не верен, то имеется в виду в чужом, кто не достаёт, то есть, надо служить видению в другого, перед тем, как начнёшь в своём. Вот это смирение, помогать. А если разные точки зрения, вот та точка зрения, Гиезий, да? Перевод Гиезий, один из переводов, моё видение. Это человек, который не принимал видение, когда Елисей сказал, не время сейчас брать подарки, всё это. У него было своё видение, когда подбегу, возьму парочку, что за проблема будет. Он оследовал проказу. А мог бы, он был первым из всех учеников пророческих, кто мог бы помолиться, вы представляете? Правтыка. Промолиться точно так же и сказать двойное помазание Елисея. Пусть духов будет на мне. Вот к чему он готовился. Продешевить. Материальное вот это вот хэ. То есть, вот она привязка. Вот почему мамона это серьёзные вещи. И потом мы высвобождали это в Ростове. Мы высвобождали это в Сирлентамаке. Мы пока не слышали результатов. На утром мы поехали в морг. Физически. И один там брат такой говорит, а я хочу узнать. Вы там зашли, да, этот человек сидит там в морге. А? В Сирлентамаке. В Сирлентамаке. Ну, это наша визитка, когда начнут происходить, скажете. Потому что мы за воскресенье мёртвых так молимся. Представляете, человек на измене, на смену будет вступать. Выход где? И я уверен, это свидетельство, которое будет распространяться. Я уверен, после смены он придёт в семью и скажет, слушайте, сегодня какие-то идиоты зашли. Визитка. Сказали, что должен ожидать, что тут начнутся движения. Это вера. Это вера. Когда мы говорим о силе воскресенья, мы не говорим только о физическом воскресенье из мёртвых. Мы говорим о всякой смерти. Отсутствие надежды. Что мы? Наши кости сухи. Мы ничто. Мы ничего не можем. Надежда Израилева погибла. То есть, Бог может, может использовать эту силу, чтобы воскресать ваше призвание, ваше видение, те откровения, в которых вы уже не ходили некоторое время, ту надежду, какие-то свит, какие-то другие вещи. Поэтому, поэтому, приготовьтесь. Как мне это всё высвобождать верой? Всё верой. Вот так, как ты пророчествуешь верой, вот так, как ты молишься за исцеление верой, это так же ты высвобождаешь веры. Тренируйся на всём. На птицах. На насекомых тренируйся. На чём угодно. Тренируйтесь. Тренируйтесь для того, чтобы Господь... На птичках. У меня морская свинка глаз пробила, там такая дырка была. Я помолился, сразу чудотворение. Знаете, за животных так легко молиться, они получше людей. Ну, я имею в виду, легче им принять. Потому что там ни греха нету, ни религиозного мышления там нету. Я говорю, вот так бы, Господи, люди исцелялись. Ну вот, были бы, как морские свинки, исцелялись бы. А так слишком... Вот, поэтому нужно ещё что-то... Восстание из мёртвых. Спящие. Воскресенье из мёртвых. Спящие. И Христос осветит, озарит тебя. Смерть связана со сном. Бог навёл на Адама глубокий сон и произвёл операцию. Смерть, она как сон. И смерть, наш враг, это никогда наш спаситель. Мы всегда... Никто не хочет умирать, правильно? Это естественно в нас заложено. Потому что мы не должны были, согласно программы Бога, которая была вложена в Адама. Мы не должны были. Но Бог, так, чтобы вещи работали, которые Иисус сделал, чтобы это работало, эти программы должны закачаться в нас. И автоматически их никто в нас не вольёт. И нам нужно учиться этим новым программам и стереть старые. не вольтся. Потому что разум человека работает точно так же, как работает компьютер. Понимаете? Начните думать о себе. Кто вы есть на самом деле, ибо каковы мысли, такого он. Вот таким вы и будете. я не биомасса. Большинство людей видят себя биомассой. Ух, вот это же. «Ж». Ой, вот это... «Ж». «Ж». Раньше было шесть квадратиков, но теперь хоть один большой. «Ж». Мы не биомасса, мы энергетическая субстанция его личности. Энергия, свет и огонь. Это энергия Бога. Новое творение это кайнос. Это творение сил Божьих. Где Бог, это просто его образ. Мы должны видеть это всё в духе. Мечтать, размышлять об этом, видеть себя. Поэтому Иисус говорит, «Вы есть свет». Это не поговорка. Мы на самом деле есть им свет. Но для того, чтобы физически светить, как Ана Мендес Феррел. Понимаете? Когда ваш дух... И сейчас будем практиковаться. Несколько практик. Выйдет за пределы... То есть, смотрите, всё. Две вещи и практикуем несколько раз. И я буду просто... Ну, так. Будем освобождать всё. И потом где-то преломление и отдых. Смотрите. Когда вам скажут, где ваш дух? Где ваш дух? Где ваш дух? Внутренний человек. Внутри. Ну, это понятно. Внутри. Где он? Внутри. Где он? Покажите руками. Вот это то, чему мы были научены здесь. Ничего подобного. Отсюда текут реки воды живой. Здесь не находится наш дух. Здесь находится престол, на котором наш дух сидит. Первое, что из скелета появляется, формируется вот эта часть. Наш дух в спинном и головном мозге. Есть место в головном мозге, которое отделено мембраной, и кровь никогда не имеет доступа туда. Вот там находится наш дух. Дух, друзья мои. Но дух имеет форму. Мы не бесформенные личности. Дух Куряковского точно такой, как я. То есть, это форма. Это не амеба или инфузория туфелька, которая летает облако. Дух имеет форму. Все равно. Он имеет какую-то форму. Так вот, мы привыкли, вот дух внутри себя. Теперь нам нужно учиться, что мы внутри больше, чем мы снаружи. Когда мы научимся ходить по чину Мелхиседека, мы увидим, что наш дух будет впереди нашего тела. И любая болезнь, вирус, микроб, который будет идти, как атака на наше тело, первое, должен соприкоснуться с нашим духом. И все. И бесы то же самое. Вот таким был Адам. Мы рисуем это так. Дух, душа, тело. Это модель матрицы пространственно-временного континуума. Модель Божья такая. Тело, душа, дух. Распространитесь и вы. Распространи место шатраса. Поэтому вы практикуете, когда вы из тела ваш дух начинает ходить. Что это такое? Тень Петра. Тень Петра. И потом вы можете распространяться на несколько километров. Ой, Господи, да? Ну, не физически. Не физически. Не волнуйся. Выходи. Выходи. Мечта сбывается, всегда сбывается. Виктория, да, вчера... Ты хорошее слово получила вчера, песню тебя Господь спел. Да, да. Мне нужно, я сейчас не буду молиться, мне нужно послужить ей. Смотрите, священство почило Мелхиседека. Ты уже внутри святого святых. Это соответствует твоему духу. В твоем духе, что? Кто? Иисус. Слава Его. Вы представляете, Иисус живет в вас, в нас, а мы не переживаем Его. Мы должны переживать Его 24-7. Почему? У нас не развилось то, что называется сознанием. Осознанием Христа внутри нас. Понимаете? Мы научились ходить в физическом восприятии и воспринимать физическую реальность как реальность. Вот почему нам так тяжело служить верой, нам бы хоть что-то увидеть, какую-то зацепочку. Вот почему иногда нужны эти зацепочки. Мы научились как-то душевно себя воспринимать. Кто-то комплексует, кто-то там смотрит туда, куда не надо. Но мы не научились ходить как духовные существа, осознавая, кто я есим, кто мы есим. Понимаете? И вот представьте, что ты делаешь. Я задействую свое сердце. Я задействую свое воображение. Я задействую свое сознание. И я перемещаю его там, где Христос сидит, внутри меня. Великая тайна. Христос вас, надежда, слава. То есть, упование славы. То есть, для того, чтобы я видел его славу, он во мне. Понимаете? Он уже помещен во мне. Поэтому восстанет слава над тобою. Не придет откуда-то с космоса. Внутри тебя звезда взойдет. Слава уже здесь. Это надо учиться. Ходить. Слава мне. Христос во мне. Христос во мне. Он внутри меня. Он находится во мне. Слава Божия во мне. И входить в соприкосновение с личностью, которая внутри. И вот я вижу его чаще всего, каждый может праздновать, как огонь. Как вот это огненное существо, личность, которая сидит на престоле Сапфира. Книга Иезекииля. Лично. И когда я увидел его, я пережил его, я это сделал верой. Я вошел в соприкосновение с ним. Я соединился со славой. Теперь мне надо, чтобы эта слава наполнила святое святых, мой дух, который фактически и так наполнен. И поэтому Христос распространяется. И я прошу его, и я вижу, как он наполняет мой дух, моего внутреннего человека. И он расходится по моему внутреннему человеку. Этот огонь, он начинает распространяться и расходится. Но для того, чтобы этот огонь вышел наружу, он должен пройти две инстанции. Он должен пройти мою душу. Мы говорим изнутри вовне, не из вне вовнутрь. Мы не входим во дворы его с хвалою. Мы выходим с хвалою из его святого святы. Мы хвала. Мы никуда не входим и выходим. Мы уже его хвала. Мы есем его поклонение. Это стиль жизни. Это не песни. Это все мы есем. Когда мы отождествились с хвалой, мы стали с хвалой. И мне нужно, чтобы эта слава, она вышла в душу. Но душа зачастую непривык... И между духом и душой существует вот эта завеса. Она разорвана в храме. Она разорвана между небом и землей. Но иногда у людей она вот здесь не разорвана. И я разорвал ее в свое время во имя Иисуса. И тогда все, душа, она уже не может главенствовать над духом. И говорить, что ему делать. Чтобы ваш дух, душа и тело, не тело, душа, дух, сохранились во всей целостности. Чтобы во мне была целостность, мне надо служение Мелхиседека. Служение внутреннего, святого святых. Мы есем святое святых для Бога. В них вселюсь. И буду ходить в них. И они будут моим народом, и я буду их Богом. Сион, венец красоты. Место покоя моего. В них вселюсь. И когда Сион будет готов, я явлюсь там во славе. Мы есть Сион. И поэтому я высвобождаю эту славу, эту энергию, эту жизнь. Потому что Христос во мне полнота, наполняющего все во всем. Он должен наполнять храм. Я должен учиться наполнять изнутри. И тогда ты не зависишь от дядек, которые постоянно на те руки возлагают и наполняют. Ты выходишь, пожалуйста, надо получать. Но ты от них не зависишь. Ты не зависишь ни от конференции. Ты не вообще... То есть у тебя источник уже вырыт. У тебя здесь это внутри. И когда ты зрелый, ты хочешь давать это. Мне просто 20 лет прошло все. А помолитесь за меня. А помолитесь за меня. Как такая голограмма. А помолитесь за меня. А помолитесь за меня. Уже привык, проделал бы... А помолитесь за меня. А помолитесь за меня. Слушай, 20 лет приезжаю и все за тебя надо молиться. Когда уже ты начнешь за кого-то молиться. И эта слава, этот огонь, он начинает распространяться в душу. Он входит в твой разум. Он входит в твою волю. Он входит в твои чувства. И ты начинаешь гореть. Твоя душа начинает гореть. Она начинает покрываться пламенем. Вау! И остается тело. И тебе надо выйти из тела. Тебе надо, чтобы эта слава вышла из тела. Потому что от престола течет река. От храма Иезекииля. И мы храм Иезекииля. Которая выходит во внешнее. И которая наполняет и входит в море. Мертвое. И делает его живым и здоровым. И только единственное, где эта река не может коснуться. Это соляные болота. Это лотова жена. Это люди, которые отказались принять. И оно будет там для соли, эти болота. И вот эти болота, они так и остаются. Закрывай глаза. Встаньте сзади ее. Не надо. Ой! Виктория, закрывай глаза. Расслабляйся. Подними вот так вот руки. Что ты делаешь? Вот так вот. Руки. Господь. Все, что она должна иметь, она получит. Все, что... Аллилуйя. Благодарю тебя за это электричество. Искричество. Благодарю тебя. Ты хочешь быть для нее тем, кем ты хочешь для нее быть. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Боже, открой прямо сейчас свои духовные глаза, чтобы она видела ангелов, чтобы она видела, начала переживать твое присутствие. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Господь. Просто не спеши, лежи, ожидай. Не спеши. Это один из вариантов. То есть мы должны осознавать перед тем, как... И надо учиться, чтобы эта слава, чтобы эта сила, чтобы это царство выходило, выходило через тебя. Тогда вот не надо все это будет. Это все просто будет выработано. Ты будешь ходить в этом осознании. Перед тем, как помолиться и высвободить исцеление, нужно научиться. Не нужно обращать внимание на исцеление. Это наша ошибка. Надо смотреть на целителя. На целителя. Когда ты смотришь на целителя, ты имеешь исцеление. Когда ты смотришь на модели исцеления. Когда тебя учат, ты имеешь фигу. Потому что ты не можешь формулой двигать Бога. Это колдовство. Мы исцеляем так. Ну, исцеляйте на здоровье. Ступень номер один. Подойти к человеку. Это понятно. Ступень номер два. Спросить его, что у вас болит. Ступень номер три. Почувствовать сострадание к нему. Ступень номер четыре. Помолиться. Ступень номер пять. Сказать, что ты почувствовал. И вот здесь вознаступают проблемы. Мне не важно, что я почувствовал. Я принял это исцеление и все. И ты вообще отрубаешь все эти чувства. И потом ты уходишь после молитвы. Мне, слушай, вау, этого нет. Почувствовал, не почувствовал, все прекрасно. Иисус не дал им школу исцеления. Апостолы, я посылаю вас по двор. Школа исцеления. Аллилуйя. Ручки, тетрадки. Написано, Он дал им власть и силу. И исцелять больных. Потому что это все власть и сила. Когда ты имеешь власть и сила, хоть ты так прикоснись. Хоть ты плюнь. Хоть ты все. Помазание будет сходить на плевки, на голосы. Ты сделаешь так, и пять человек исцелится. Когда это власть и сила, вот это все, что надо, чтобы двигаться в духе сверхъестественного. А мы ищем какую-то такую формулу, наиболее оптимальную. И мы уже не слышим Дух Святой. Он уже не ведет наше исцеление. У нас есть формулочка. Аллилуйя. Во имя Иисуса, я приказываю. Или иногда подходишь, слушай. По какой модели помолиться? По этой, не по той. Какая лучше? Что вообще? А вдруг не исцелиться? А если не исцелиться, тогда лучше вообще. Если вот это, если не исцелиться пришло, вообще лучше не молись. Знаете почему? Потому что мы хотим контролировать результат. Не надо контролировать результат. Мы никого не каем. Мы покаяли 15 человек. Олег говорит, сделали кайными. Мы никого не каем. Мы не каем никого. Это работа Духа Святого. Наша цель засвидетельствовать. Не принял хуляй, Вася. И проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам. Кто покаяться, кто не покаяться, вообще не наше дело. Мы исполнили свою работу. Поэтому мы не беспокоимся. Поэтому у тебя такой вопрос вообще исчезнет. А почему кто-то исцелился? Не твое... Я спрашивал Бога, два года искал. Почему? И получил ответ. Не твое дело. Тайна себя весьма велика. И к тебе она не относится. Твое дело возлагай руки, молись за больных. Вот и все. И стало как-то легче. Потому что хочешь все контролировать, даже Бога. Нет, такие вещи не... Но некоторые вещи он дал. Их надо практиковать. Их надо высвобождать. Вот. Поэтому мы работаем на... Когда вы изучаете язык. Что происходит? Вы начинаете изучать новый язык. У вас программы этой нет в голове. Что вы делаете? Вы берете книги, вы начинаете... Как тяжело начать изучение? Ужасно тяжело. Запомнить первые десять слов. Это вообще ужасно просто. Ну, настолько тяжело. Все путается в голове. Почему? Потому что пути еще не сформированы. Дороги в мозгу еще не проторены. Фотоны. Энергия света еще в мозгу не прошла и не сформировала путь между нейронами. И когда это первый раз... Вот так работает мозг. Начинаешь повторять до тех пор, пока уже постоянно не будет. Но чем дальше ты начинаешь учиться, что происходит? Легче. Иисус говорит, кто имеет, тому вообще дано будет больше. Юрий высвобождает эти откровения. И чем больше он дает, тем он имеет. Тем больше он получает. Вот этот принцип. Тем больше вы начнете давать пророческое слово. Молитву сеять в других. Тем больше Господь будет... О! Этот человек не держит все в себе там. Как ленивый лукавый раб где-то закопал там. И на этом все закончилось. Так же в духовном. Вначале может ничего не получиться. Кто-то услышал пророчество. В тебе дары исцелений. Надо задействовать, надо использовать. Вы знаете, что происходит? Он помолился 4-5 раз, никто не исцелился. Человек говорит, у меня нет никакого дара, это ошибся или пророк, или я ошибся. Все ерунда. Ты умеешь играть на скрипке? Нет, никогда не пробовал. Не знаю. Есть люди вот такие. Никогда не пробовал. Ну попробуй. То есть надо продолжать молиться. Надо продолжать молиться и молиться и молиться. До тех пор, пока не получишь результат. Господь иногда испытывает. Как мы проявляем усердие в том даре, в котором мы получили. И не всегда сразу с первого раза молния все исцелились. Поэтому большинство людей в дарах исцеления, первые несколько человек, за которые они молились, умирали. Поэтому кандидаты, если вы кто-то даре исцеления, практикуйте, пока есть возможность. Пока люди в окопе. И так далее. Не, ну все будут живы. Не надо сейчас кто-то харизматию начнет, встанет. Я разрушаю. Это негативное исповедание именем Иисуса. Ты знаешь, почему так скачешь, все разрушаешь. Ты в это боишься, веришь в это и боишься больше всего этого. Это такой страх. Тик. Нервный. Тик, тик, тик. Неправильное хождение времени. Итак. Четыре вида зомби. Куда мы высвободим силу воскресения. Первое. Мы высвободим силу воскресения здесь. Здесь. Сюда. На нас. Через нас. Потому что кому-то нужна жизнь. Кому-то нужен этот заряд. Но вы получите импульс для того, чтобы преобразовать его в свой собственный реактор. Импульс. Следующее. Мы высвободим силу воскресения на кладбище физическое. Где у вас, в каком? На кладбище. Сверхи. Ну, Бог Господь знает. На кладбище это будет пророческое действие. Вы понимаете? Там некоторые не воскреснут до последнего дня. Там некоторые, кто не будет. Если те, кто там блажен участвовать в воскресении первым, может и воскреснуть. Это мы делаем пророчески. Потому что кладбище, оно символизирует смерть, мертвость. Такую вот нереализованность личности человека. Неправильная идентификация. Вот почему, когда мы не знаем принципов жизни, мы плачем, когда верующие уходят к Богу. Я сказал ребятам, всем в семье, мои похороны, если будут, должны быть самым веселым праздником. Все должны пировать и веселиться. Сын ушел к отцу. Что это за нытье? Никакого нытья я не хочу. Радостные проповеди, благословения, подарки друг другу, пир. О, позовите нас. Не дождетесь. Я не собираюсь пока. И пока, ну, пока еще работы полно. После этого... Мы что воскресим сразу? Надо идти к отцу. После этого мы высвободим силу воскресения, силу жизни. В больнице, госпитале этого района. Где могут быть люди сейчас, которые умирают, неизлечимые болезни, там рак, что бы то ни было. Или такой какой-то диагноз, или еще что-то. Или где-то вот сейчас кто-то может умереть. Через несколько минут там, на операционном столе или где-то. Чтобы это... Чтобы человек, этот, воскрес из мертвых. Вот она, пошире, ареал. Вот она, практика. Пошире, пока практикуйте свою веру. Хотя бы в этом сейчас. Давайте попрактикуем, преуспеем. На котиках придется. А? Тренируйтесь на котиках. Поэтому, где находится сила воскресения? Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его. Исцеление можно получить изнутри. Вам же самим. Вам просто надо направить эту силу в тот орган, который у вас болен. Если Дух вас, то Он Духом Святым может оживить ваши смертные тела Духом, которые в вас. Это библейски. Хорошо. Готовы, да? И после этого мы совершим причастие. Буквально пару минут скажу, как мы делаем причастие. Что? Ну, попробуйте. А там посмотрите. Кто-то пробовал, они встать не могли потом. После причастия вообще. Помнишь? В этом, в Белгороде. Свидетельство. Группа порядка накрыла. Не могли нести свое служение. Никакого порядка. Никакого порядка. Не имели. Готовы. Значит, мы молимся на языках несколько минут. И после этого, именем Иисуса, мы высвобождаем силу воскресения туда-то, туда-то. И вы индивидуально это все лично делаете. Сначала внутри здесь. Готовы. Спасибо. 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 и она была рамагиусом.